Ну, в общем, вот 8 способов, которые можете вы испытать. Примеры этих способов я вам привел. Если у вас была ручечка в руках и карандаш, я надеюсь, вы записали. Ну, что я могу сказать? Собственно говоря, у меня есть еще продолжение моей лекции. То есть, если у вас появилось желание разбираться со всеми с этими моментами, давайте мы с вами продолжим. Я буду проводить эти уроки и вебинары. Ну, в воскресенье, каждое воскресенье в 13.00 по Москве. Это уже однозначно. Вопросы, темы, чего не поняли, можете мне писать в письмах, соответственно. Ну, и сейчас в группе ВКонтакте, у нас есть группа ВКонтакте, кто не знает, называется, одноименная группа, так и называется, Я и мой хвост. Там сейчас прошел, идет сейчас опрос, я уже неделю его выдержу, этот опрос. Но уже, скажем, 60% показывают о том, что это нужно проводить в выходные. То есть, некоторые люди будут успевать, а некоторые будут не успевать. Там, в воскресенье, допустим. То давайте сделаем еще там, допустим, субботу. Ну, я объявление дополнительное сделаю. И мы будем продолжать с вами, то есть, получать вот это вот, ликвидировать нашу вот эту вот безграмотность, да, воспитание животных. Разбирать какие-то конкретные случаи. И сейчас скажите, пожалуйста, вообще, есть люди, которые недовольны, которые зашли ко мне на вебинар? Хотел бы я прочитать. Что они не получили того, чего они ожидали. Да, мы будем разбирать. Я, знаете, что хочу вам рассказать на следующий вебинар. Я даже объявлю эту тему сейчас. Следующая тема вебинара у нас будет «Основные правила дрессировки». Мы с вами поговорим о депривации, когда заканчивать, когда начинать именно тренировку, как правильно выстраивать тренировку. То есть, следующая тема занятий будет у нас «Основные правила дрессировки». Скажите, еще вот мне такой один вопрос. Я доступным языком все объяснял? То есть, может быть, терминологию как-то убирать? Или наоборот, хорошо, что вы сейчас стали владеть этой терминологией? Ну, я смотрю, что у людей нету претензий, что всем как бы все понравилось. Ну, вот еще вот не просто для того, чтобы... Ну, хорошо. То есть, терминология, я считаю, что если вы будете где-то изучать еще дополнительную литературу какую-то, то, пожалуйста, вы будете уже обладать вот этими терминами всем, где я меняю мотивацию животного. То есть, не подобрать вот этот вот вкусный предмет гораздо сильнее мотивирует ее подбежать ко мне, потому что я дам гораздо что-то вкусное. И при многократном повторении у собаки вырабатывается определенная линия поведения. Выбирайте сами, у вас конкретный случай. Я вам сейчас 8 способов рассказал, как можно решить эту конкретную ситуацию. Ну, собственно говоря, ребята, давайте до следующего воскресенья, либо субботы, я думаю, что в среду, в четверг мы определимся. И следующая тема нашего урока будет... Основные правила дрессировки. Мы будем с вами учить дрессировать собаку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова